Всем здравствуйте! Сегодня хочу вам показать находки для своей коллекции, кое-какие пополнения. Я расположилась на своем ковре. Это мой новый ковер. Я вам в конце видео его покажу. Нахожусь, кстати, я дома. Здесь мои книжные полки, вазочка, которую все-таки я взяла себе. И вот я собираю куклы фарфоровой Диагостини. Литературные персонажи, герои книг. Скарлетта Хар, Джульетта и здесь Анна Каренина. Такая вот пока что небольшая коллекция куколок. Он достаточно тяжелый. Некоторые предметы, скорее всего, видели, так как я показывала вам их уже. Они были в ассортименте в моем магазине. Если я в течение месяца эту вещь не продам, то эта вещь пойдет мне в коллекцию. Также хочу сказать, что я потеряла достаточно много интересных вещей, которые мне очень сильно нравились. Которые я хотела, чтобы они у меня были в моей коллекции. Не так как их приобрели. Но я считаю, что для каждого предмета есть свой хозяин. Что я хочу вам показать первоначально. Так, вот в этом пакете здесь у нас такие вот вазы, салатники зеленые. Которые я буду использовать для своих сервировок зеленых. Уж очень они мне понравились. Это 70-е годы. Цветное стекло. Здесь достаточно пузырей. И таких у меня будет два. Причем они разных размеров, если я не ошибаюсь. Я только сейчас это заметила. Ничего себе. А этот поменьше. Ну, мне это еще больше нравится. Честно, я этого даже не заметила, когда брала. Нету никаких сколов. Вот такая вот интересная пара. Зеленого красивого цвета. Одну буду использовать, скорее всего, как для каких-нибудь фруктиков. В своих зеленых сервировках. Может быть здесь куросан. А вот эту летом или весной. Или каких-то таких ярких салатов. Овощных. Мне кажется, что будет очень здорово смотреться. Очень сильно мне понравилась эта пара. Она вроде бы такая простая. Я получила их сегодня и сразу же себе забрала. И на моем ковре очень симпатично все это смотрится. Сухарница на ножках. Германия. Очень много людей мне писали. Приходили мои подписчики с YouTube канала. Но, не знаю, как это объяснить. Что-то с временем у этих людей не получалось. И, скорее всего, это просто моя вещица. Та, которая мне понравилась. Я такое просто уже никогда не встречу. Я уже под последний день месяца. Я просто ее себе забрала. И не хотела никому уже отдавать. Потому что я решила, что такое больше не попадется. Сухарница на ножках. Я уже вам ее показывала. Я тоже буду использовать ее как для фруктов. Для сервировок она подойдет под любой стол. Будет очень красиво сочетаться. Очень будут красиво здесь смотреться. Яркие персики, нектарины, инжир. Германия. Вот, показываю вам ближе. И вот салатники. Салатники, вазы зеленые. Вот, обратите внимание, какое здесь стекло цветное. Так, следующее, что у нас сразу же попадается. Вот такая вот. Вот, я взяла себе вазочку для варенья. Покупала я ее на блошином рынке. Стоила она недорого. Но я думаю, что она под варенье, под что-то такое маленькое. Уж вообще-то она мне понравилась. Хочу найти к ней, кстати, пару. Ну, чтобы она одна такая не была. Потому что розетки я не особо люблю на столе для сервировок. А вот такие вещицы, мне кажется, это очень красиво. И она при солнце прям вся переливается. Так. Дальше здесь у нас какой-то мешочек. Все замотанное в газетку. И здесь у нас красный стакан, который потом я обнаружила, что он не подходит к одному из кувшинов. Красных со стаканом. Вы, скорее всего, знаете. Я это даже показывала и сравнивала эти два стакана. Этот больше из тонкого сделан. И здесь цвет совсем другой. Но вот я хочу это использовать тоже для своих сервировок. Тем более, я не знала, куда его деть. Так как появились новые стаканы. И этот стакан был не из того вообще набора. И я решила себе такой взять. Пусть он у меня будет. Он не прям рубиновый. Он больше оранжевый даже. Но с красным отливом. И последнее, что достаю. Вот этот поднос, который я показывала вам месяц назад. Взорвало видо. Мне писало очень много людей. Но всех не устраивала цена. 1200. Он у меня был в магазине. И уже под конец. Меня просили его за 800, за 900. Решила все-таки оставить его себе. Тем более, я очень сильно хотела. И последнее. Это ваза. Тоже из этой серии. Я думала, что она многих впечатлит. Как по мне, это очень красивая ваза. Она как раз-таки подходит к тому подносу, который я показывала. Я думала, что его все-таки кто-нибудь приобретет. Но и она мне нравилась. Эта ваза прошел месяц. Я все-таки решила оставить себе. И вот я из тех людей, которым к хрусталю относятся ровно. Но если мне какая-то вещь нравится, я всегда ее беру. И вот эти две вещи, это тому подтверждение. А так, в основном, я люблю статуэтки. Я люблю цветное стекло. Мне нравится просто обычное стекло. Какие-то необычные вещи. Как, например... Сейчас вам покажу. Вот такая вазочка. Это коллекционная ваза, корзинка, цветное стекло. Я вообще хочу всю коллекцию собрать. Они бывают разных цветов. И так же я обещала вам показать ковер. Вот такая находка. Зеленый шерстяной ковер. Так как я переехала в квартиру, у меня здесь ковров не было. И вот что мне нравится, этот ковер подходит под стены. В зале у меня одна стенка выполнена вот с такими обоями. А все оставшиеся стены у меня зеленые. И когда я увидела, я сразу-сразу взяла. И вот такое вот приобретение. Очень довольна. Поэтому мне просто кажется, у каждого свой вкус. Своё видение. И... Не знаю. Я просто желаю вам собрать все те вещи, которые вы хотите. Которые вы коллекционируете. Спасибо вам за просмотр. Показала вам немного своих каких-то находок. Вот. Буду снимать такую, наверное, почаще. И надеюсь, у меня будет больше попадаться вещей, которые будут западать мне в самое сердце.